Аудио-джамп 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 Компания Lighting Motorcycles передала в Управление интеллектуальной собственности Китая патентную заявку на дизайн нового электрического адвенчер-байка Мотоцикл на патентных изображениях оснащен привычным для приключенческих мотоциклов оборудованием а также электродвигателем и маятником, которые очень напоминают узлы спортивной модели Lighting Strike У Lighting есть завод в Китае, поэтому неудивительно, что американская компания зарегистрировала дизайн в ведомстве этой страны Японское издание Young Machine сообщает, что согласно их источникам Первый полноценный электрический мотоцикл Kawasaki появится уже в 2023 году и будет называться Ninja E1 Предположительно, что байк будет построен на базе проекта Kawasaki EV Endeavor впервые показанного на выставке AECMA в 2019 году В том же году компания подала ряд патентных заявок, связанных с разработкой электротранспорта Канадская компания BRP приобрела компанию Great Wall Motor Austria, занимающаяся исследованиями и разработками в области электромобилей Стало известно, что китайский производитель автомобилей Great Wall продал BRP австрийскую компанию за нераскрытую сумму еще 7 июля 2022 года После приобретения BRP планирует разрабатывать и производить все компоненты для электрических транспортных средств исключительно внутренними ресурсами компании Great Wall Motor Austria, которая специализируется на электродвигателях и инверторах продолжит функционировать как отдельная компания под управлением BRP Еще в апреле Benelli получила сертификат соответствия своей будущей приключенческой модели мотоцикла TRK-702 прямому конкуренту Yamaha Tenor 700 Теперь появилось больше патентных изображений мотоцикла, позволяющих лучше рассмотреть дизайн и некоторые технические особенности TRK-702 сочетает в себе шасси, похожие на узел доступной модели TRK-502, с новым двигателем, который почти идентичен мотору CFMoto 700 CLX Имея такой же рабочий объем в 693 кубических сантиметра, диаметр цилиндра и ход поршня, как у CFMoto двигатель TRK-702 должен выдавать мощность равную 75 лошадиных сил При этой мощности и весе в 220 килограмм TRK-702 вполне может конкурировать с Tenor 700 Среди интересных деталей Benelli TRK-702 нужно отметить переднюю и задние камеры, которые по сути являются видеорегистраторами и смогут передавать изображения на TFT-панель в режиме реального времени и записывать их для последующей загрузки Fantic Motor представил линейку Enduro мотоциклов 2023 года В обновленное семейство вошли три модели Двухтактный XE 125, четырехтактный XEF 250 и XEF 450 Fantic Motor – итальянский производитель мототехники, электровелосипедов и электрических скутеров, ведущих свою историю с 1968 года В настоящее время линейка мотоциклов компании включает в себя кроссовые мотоциклы, Enduro, SuperMoto и целое семейство классических моделей Caballero Амбициозный стартап Ravit представил новый электробайк, который должен стать самым доступным электрическим мотоциклом в США Новинка, получившая имя Anhem, отличается стильным дизайном и невероятно доступной ценой, которая должна привлечь к нему множество покупателей Это легкий мотоцикл с электрическим мотором, который способен развить максимальную скорость 120 км в час и имеет запас хода до 120 км В числе особенностей мотоцикла – облегченная конструкция из алюминия и нержавеющей стали Включение зажигания без ключа, светодиодная оптика, два порта USB и 4,9-дюймовый TFT-экран Но главное, мотоцикл оснащен легкосъемной батареей емкостью 4,3 кВт-часа, которую можно быстро заменить на уже заряженную или занести в помещение для подзарядки Цена электрического мотоцикла составляет 7800 долларов Новинка дебютирует 14 августа в США Новый скрэмблер 700CLX Adventure дополнил линейку среднекубатурных мотоциклов китайского производителя CFMoto, присоединившись к моделям 700CLX Sport и Heritage Новинка добавлена в модельный ряд спустя почти 3 года, после того, как впервые была показана в качестве концептуальной модели на выставке Эйкма 2019 года CFMoto 700CLX ADV во многом идентичен моделям Heritage Sport, отличается спецованными колесами, 19-дюймовым передним колесом, обутым в шины Dual Sport, а также высоким внедорожным передним крылом Также в оснащение Adventure входит ветровое стекло и площадки для установки боковых кофров Недавно опубликованные в Японии патентные документы предполагают, что в недалеком будущем мы можем увидеть электрическую версию популярного скутера Suzuki Borgman Предположительно, что электроскутер будет построен на базе бензиновой версии Borgman 125 От него электрическая модель позаимствует часть рамы и облицовки, но привод на заднее колесо будет цепным Первый прототип будущего электричества Borgman еще в 2020 году был несколько раз замечен на дорожных испытаниях в Индии, поэтому можно рассчитывать на скорое появление серийной модели 16 августа китайский производитель PFMoto представит публике свои мотоциклы PFMoto это бренд компании Pyfang, входящий в состав Lifan, частично принадлежавшей группе Geely В социальных сетях в Китае был размещен тизер, а также эскизы двух первоначальных моделей компании Ими станут Tour с V-образным твином Starship 3 и Adventure Scooter Gravity Станет ли PFMoto брендом только для Китая или же будет компанией с более глобальными амбициями, пока неизвестно 7 августа на автодроме Москва Рейсвей продут главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым гонкам 4 этап чемпионата России Моторинг На территории автодрома состоится грандиозный праздник спорта, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей Куанчанг Мотосайкл, один из крупнейших производителей мотоциклов в Китае, контролирующий бренды Benelli и QG Motor Запатендовал новый V-образный двухцилиндровый двигатель большого объема Первое, на что обращаешь внимание, глядя на патентное изображение 1301-кубового двигателя Это поразительное сходство с моторами КТМ, которые устанавливаются на модели 1290 Super Duke R и 1290 Super Adventure Характеристики нового двигателя очень похожи на характеристики двигателя от КТМ После нескольких месяцев простое производство, а затем стремительного переезда, 23 июля с конвейера нового завода «Урал» в Петропавловске сошел новый мотоцикл Им стала модель Gear Up гранатово-красного цвета Ducati представит осенью сразу 7 новых моделей мотоциклов Мы рады представить вам 7 новых способов выразить свою страсть к езде От принятия неожиданного до реализации новых уровней свободы, гласит сообщение компании Ducati Ближайшая премьера состоится 2 сентября Друзья, спеццены в разгар сезона Только до 10 августа в Моторика действуют специальные цены на бестселлеры Array, Speedy, Sidi, Promo Jeans, Blower и FXR Не упустите свой шанс, не дожидаясь окончания мотосезона, приобрести топовую мотоэкипировку по выгодной цене Все подробности вы узнаете на моторика.ру Теперь в интернет-магазине и розничных салонах моторика действует особая желтая дисконт-зона С максимальными скидками на экипировку ведущих мировых производителей Speedy, Sidi, X-Lite, Promo Jeans, Blower, FXR и Nolan